Вакцина от коронавируса для детей поступит уже совсем скоро, до конца декабря. Новый спутник М с концентрацией в 5 раз меньше, чем для взрослых, предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Причем 15-летние вправе поставить прививку, не спрашивая родителей. Сама новость о том, что несовершеннолетних тоже будут прививать, вызвала шквал негодования со стороны общественности. Резкие высказывания в адрес инициаторов вакцинации звучат не только в соцсетях. Я убеждена в том, что наш иммунитет справится с любыми недугами самостоятельно. Разве можно детей? Вы посмотрите, что в мире делается. У нас столкнулись сейчас людей между вакцинированными и не вакцинированными. Люди готовы друг другу горло перебрать. Моя точка зрения личная такая. Я своим детям прививку ставить не буду, потому что был негативный опыт с моим старшим сыном. В семье Романа Костяева поводом для частых визитов к врачу стала, казалось бы, обычная профилактическая прививка от кори, краснухи и паротита. Семь лет назад из-за нее, по словам мужчины, его шестилетний сын начал хромать, хотя никаких травм до этого не получал. Через три месяца врачи диагностировали болезнь пертеса. Простыми словами, это разрушение бедренной кости. Позже ребенку присвоили инвалидность. По словам героя, профессор института Турнера высказал такое предположение, что осложнение произошло именно после вакцинации. Это, конечно, наша версия. Как-то ее официально подтвердить чем-то очень сложно. Но это случилось буквально все на глазах. То есть после того, как мы привили ребенка, поставили прививку, на следующий день он начал хромать. То есть больше связать мы это ничем не можем. К прививкам и особенно от коронавируса для детей в семье Костяевых теперь отношения однозначные. По мнению Романа, спутникам еще не прошел должных испытаний. Дисковать здоровьем ребенка семья снова не собирается. В противоположной точке зрения по поводу новой прививки придерживаются многие представители медицинского сообщества. Так, бывший замглавы Алтайского Минздрава, ныне депутат АКЗС Владимир Лещенко, во время интернет-конференции заявил, что вакцинация несовершеннолетних должна быть обязательной. При готовности вакцины надеюсь, что вакцинация детей от ковида будет обязательной. Чтобы не повторять ошибки, связанные с организацией вакцинации взрослых, которые сами отвечают за сохранность своей жизни и здоровья. За жизнь детей должно отвечать государство. И никто не вправе подвергнуть риску жизни ребенка. К примеру, в Австрии детей прививают уже с пятилетнего возраста. В Китае и Вьетнаме с трех лет. В России же вопрос о детской вакцинации официально добровольный. Но родители опасаются, что могут принять такие меры, которые обяжут поставить детям прививку. А между тем, есть врачи и ученые, которые выступают против детской вакцинации. Так, на первой научно-практической конференции «Смелые врачи за правду», которая прошла в минувшие выходные в Москве, против вакцинации детей выступил советский микробиолог, академик Российской академии наук Виталий Зверев. Мне очень не нравится активная пропаганда по вакцинации детей. У детей нет рецептора. Он в маленьком количестве, поэтому вирус в большом количестве к ним не попадает. Это первое. Второе. Когда говорят, что дети основные переносчики, это тоже нужно доказать, потому что поскольку у детей нет рецептора, у них нет и большого количества вирусов на соглотке, чтобы его широко распространять. Однако есть официально подтвержденные случаи смерти от ковида среди детей. По мнению врачей, опять же стоит учесть, что летальный исход у ребенка возможен только при наличии сложного сопутствующего заболевания, например, онкологии. Прививать ли эту группу тяжело больных, пока тоже спорный вопрос. Одни врачи выступают против, поскольку не знают, как отреагирует на вакцину ослабленный иммунитет. Другие доктора уверяют, дети с серьезными заболеваниями находятся в зоне риска, и для них прививка от ковида – шанс избежать ухудшения состояния при короне. На сегодняшний день известно, что чем дольше эта инфекция, тем больше детей, которые имеют средне-тяжелое течение, осложненно и есть летальные исходы. И поэтому опять иметь такую вакцину государство обязано, чтобы дать возможность родителям защитить своих детей. Будут они это делать или не будут, это все-таки будут решать родители. В то же время пока неизвестно, будет ли прививка обязательной для всех детей и ведут ли систему QR-кода для несовершеннолетних. Что грозит школьникам, чьи родители пока не готовы испытать новую вакцину на своем чаде? Эти вопросы пока остаются открытыми. По крайней мере, Краевой распотребнадзор не смог дать конкретных разъяснений ни по одному из них. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.